С канун Нового года по стране шагает праздничная акция «Елка желаний». Участие в ней принимают чиновники и депутаты различного уровня. Они исполняют желания детей, которые те озвучили в своих письмах Деду Морозу. Подарок от депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова и предприятия «Юж-Урал Золото» получил 14-летний Илья Зверев. Ребенок с особыми образовательными потребностями. Илья увлекается рисованием, любит читать комиксы и обожает папа-роб-шоу. Илья – участник районных и региональных конкурсов, старательный ученик и очень добрый и отзывчивый мальчик. Новогоднее волшебство не обошлось стороной и детей из Верхнеуральского района. На этой неделе районные депутаты поздравили ребятишек из нескольких поселений. Ольга Иванова вручила подарок шестилетнему Захару. Встреча прошла в детском саду Рябинка. В сквере культуры и отдыха у главной городской елки Иван Шиманов поздравил пятилетнюю Веронику, а Андрей Верняков – брата и сестру Екатерину и Станислава. Ренат Сагитов в Мишозерном вручил подарки двум сестрам – Даше и Алене. Районный депутат Елена Панова сделала подарок трехлетнему Азату. На праздничном мероприятии у елки исполнилась мечта малыша. Теперь у него есть большая мягкая игрушка. Ольга Руслякова в Кирсинском поселении поздравила трехлетнюю Иришку подарком от Деда Мороза. Артем Артемьев, городской депутат Анастасия Чернавина и руководители предприятия «Титан» поздравили юных жителей Степнова. Глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов пригласил в гости семилетнего Матвея с его мамой Светланой Петровной. Первоклассник написал письмо Деду Морозу, в котором попросил планшет. Чиновник сделал подарок и провел ученику экскурсию по районной администрации. Я хотел планшет, и вот я решил написать письмо Деду Морозу. Мне бабушка помогала. Поговорили мы хорошо. С Новым годом всех, чтобы были богатыми. И еще не болели. Еще здоровье и любви. Глава фаштатского сельского поселения Анатолий Катрухин вручил подарок юным жителям Полосинского – Диане, Тамерлану и Анастасии. Председатель фаштатского совета депутатов Марат Ахмедгалеев поздравил Дениса и Любу. 26 декабря дети с особыми образовательными потребностями стали участниками интерактивной театрализованной программы «Приключения троллей и Деда Мороза», которая была организована руководителем волонтерского движения Второй городской школы Натальей Тишиной. Праздник получился ярким, сказочным и необычным. В завершении мероприятия Дед Мороз раздавал ребятам сладкие подарки от партнеров, которыми стали благотворительный фонд «Металлург», совместно с Управлением социальной защиты населения в лице Елены Шишкиной и исполнительный секретарь Верхнеуральского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алена Ахмедгалеева. В рамках акции «Елка желаний» в этом году поздравляют и дарят подарки не только детям, но и пенсионерам, а именно ветеранам Великой Отечественной войны. В Верхнеуральском районе, к сожалению, остался один ветеран – житель Вятского Анатолий Суспицын. С подарками от «Единой России» к нему приехали председатель собрания депутатов Виталий Фомин и глава степного сельского поселения Юрий Моисеев.